Вести Карачаева, Черкесия Глава Республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаевой Черкесии Расулом Тикеевым. Стороны обсудили итоги работы ведомства за прошлый год и обозначили ряд приоритетных направлений совместной деятельности на текущем. По итогам прошлого года налоговые органы Республики показали положительную динамику. Объем поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Республики увеличился на 12% по сравнению с позапрошлым годом. При этом объемы доходов, предусмотренные законом о бюджете региона и решениями муниципальных образований, выполнены тоже с превышением плановых значений на 104,5%. Еще одной темой встречи стала дальнейшая цифровизация Федеральной налоговой службы внедрения новых цифровых сервисов. В Государственной филармонии Карачаева-Черкесии наградили работников культуры Республики, актеров, музыкантов, библиотекарей, педагогов дополнительного образования и работников администрации, без которых не было бы творческой работы в городах и районах региона. С профессиональным праздником людей искусства поздравил первозаместитель руководителя администрации, главы и правительства Республики, руководитель общественной приемной и председателя партии «Единая Россия» Марат Хубеев. Из его рук награды главы Республики получили руководители региональных учреждений, внесшие большой вклад в организацию и проведение мероприятий, посвященных столетию образования Карачаева-Черкесии. В своем выступлении министр культуры Республики Зурапа Гербов отметил тот вклад в эстетическое и нравственное воспитание, раскрытие способностей детей и молодежи и приумножение многонациональной культуры нашей большой страны. Прежде всего нам нужно работать с молодежью, заниматься кадрами. Наверное, в ближайшее время наша основная задача, чтобы мы в каждом сельском дворце культуры, в каждом учреждении собрали хорошую команду людей, которым это интересно, которые не могут без этого жить и у которых есть на это энергия, потому что это самое главное, что движет нами. В Карачаево-Черкесии выбрали лучшего воспитателя. Победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» 2023 года стала Джульетта Даурова, воспитатель детского сада «Красная говоздика» Черкеска. Воспитатель – профессия, ценность которой трудно переоценить. На плечах воспитателей важная миссия – помочь детям сделать первые шаги на пути всестороннего развития и осознания себя частью общества. Уверен, высокий профессионализм, мастерство и опыт станут залогом успеха и достойного выступления Джульетты Мухамедовны в финале конкурса, который пройдет в сентябре этого года в Волгограде, написал в своем телеграм-канале руководитель региона Рашид Тимрезов. Соперницы были очень сильные, все были подготовлены. Хотела показать свой опыт другим воспитателям и посмотреть на других воспитателей, перенять опыт от них. Два сельхозкооператива Республики по результатам конкурсного отбора получат грантовую поддержку на развитие материально-технической базы. Это сельскохозяйственный потребительский кооператив «Феникс», основным видом экономической деятельности которого является разведение молочного скота, производство сырого молока, рыболовство и другие. Кооператив представил в региональный Менсельхоз бизнес-план, направленный на расширение комплекса по производству молочной продукции в Карачаево-Черкесии. Второй потребкооператив «МАИС». Он в основном занимается разведением крупного рогатого скота, мясного направления, а также выращиванием овощей и фруктов. Его бизнес-план отправлен на производство яблочного сока прямого отжима. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева состоялась примера документального фильма «Крылья», посвященного герою России генерал-майор авиации Канамату Баташеву. Фильм рассказывает о том, как Канамат Хусеевич шел к своей завитной мечте стать военным, о ее воплощении через трудности и преграды, о том, как он достиг необыкновенных профессиональных высот, как еще при жизни стал легендой. Честь, долг, совесть, любовь к родине для Абуташева были главными жизненными ценностями, комментирует информацию режиссер и сценарист фильма, директор государственного учреждения культуры Краснодарского края Кубанькина Ирина Сынкова. Поразило, что когда он отправился в зону специальной военной операции, ему было 62 года. Потом там ему исполнилось 63 года, а через два дня он погиб. Это был осознанный шаг. То есть, получается, человек, рожденный в Советском Союзе, не утратил веру в свое Отечество, любил свою родину, любил Россию. А когда Отечеству стало грозить опасность, он незамедлительно принял решение отправиться в зону специальной военной операции. В поселке Рожкао Урубского района впервые появились мобильные связи и интернет. Компания «Мегафон» установила в населенном пункте базовую станцию, обеспечивая качественное покрытие для местных жителей и туристов. Поселок Рожкао расположен в ущелье реки Большая Лоба в горной части республики. По данным переписи населения, здесь постоянно проживают чуть более 100 человек. Теперь для них, а также для гостей поселка, доступна современная голосовая связь и мобильный интернет. По словам министра туризма курортов Карачаева-Черкесии Расула Тикеева, поселок Рожкао – перспективное направление для развития экологического туризма на территории республики. В республиканской столице завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России». В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» пять финалистов «Лучший из лучших» в своем деле боролись за возможность заявить о себе уже в Москве на всероссийском финале. Лауреатом первой степени конкурса стала ведущий специалист МФЦ Карачаева-Черкесии Забыла Гидеева. Информацию комментирует исполняющий обязанности министра экономического развития региона Артур Езаов. Механизмы предоставления государственных услуг через многофункциональные центры постоянно совершенствуются, что требует должного уровня профессионализма от сотрудников многофункциональных центров. В связи с этим в целях выявления самых профессиональных сотрудников в МФЦ, а также в целях повышения престижности работы в многофункциональных центрах, было принято решение о проведении данного конкурса. Восокогорный молодежный форум «Махар», который проводится в Карачаево-Черкесии, получил статус Всероссийского форума. Республика выиграла в конкурсе по отбору площадок для организации и проведения федерального конкурса молодежных проектов, а также для получения статуса с федеральных и окружных форумов. Подробности сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Форум организуется и проводится на территории субъекта с 2008 года на базе Карачаево-Черкесского государственного университета. Следует обратить внимание на то, что в этом году «Махар» также, как и в прошлом, пройдет в августе. Предоставление федерального статуса в организации и проведении форумной площадки дает следующие преимущества для региона. Преимущество номер первое. Это, конечно, социальная значимость. То есть, это впервые в Карачаево-Черкесской республике будет организован и проведен федеральный всероссийский форум, инициаторами которого и является сама Карачаева-Черкесия и история самого проведения форума Карачаево-Черкесской республики. Значит, затем, помимо этого, это софинансирование в организации и проведении из федерального бюджета данного форумного мероприятия. Значит, следующее, это проведение грантовой площадки, в рамках которой предполагаемый грантовый фонд будет составлять более 15 миллионов рублей на инициативу физических лиц из числа молодежи Российской Федерации. То есть, не только сам форум будет всероссийским, но, помимо этого, и форумная площадка, она получила статус всероссийского грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. На 12-километровом участке подъезда к Черкесску расширяют земельное полотно для двух новых полос движения. Речь идет о переводе в четырехполосное исполнение треска трассы Р-217 «Кавказ» подъезд к Черкесску с 51 по 63 километр от съезда в село Садовое до пересечения Ставропольской набережной улиц в республиканской столице. Комментирует информацию пресс-секретарь управления Федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Милан Атхамокова. Задействовано более 60 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих. Итогом станет повышение уровня транспортной безопасности и пропускной способности загруженного участка дороги. Ежедневно здесь проезжают до 20 тысяч автомобилей. После ввода объекта в эксплуатацию 26 из 36 километров данной автодороги на территории республики станут четырехполосными. С начала работ в апреле 2022 дорожники по заказу Фукул Пурдор Кавказ переустроили коммуникации и выполнили фрезерование изношенного покрытия. В настоящее время на отдельных участках расширяют земляное полотно, устраивают основание, нижние слои дорожной одежды и слои асфальтобетона. Всего на объекте устроят три слоя асфальтобетона, где верхний щебеночно-мастичный. По такому же принципу отремонтируют 67 примыканий и пересечений. Для обеспечения пропуска воды под дорогой переустроят 9 водопропускных труб. Сейчас работы ведутся на трех из них. Курорт Архес приглашает всех 1 апреля на традиционный фан-фест «Окунись весну». Обязательное условие участия – креативный костюм. Подробности сообщила представитель компании «Кавказ.рф» Марияна Белая. Фестиваль «Окунись весну» для Архиза – это такая уже хорошая, добрая традиция. Таким образом, мы провожаем сезон уже и буквально окунаемся в весну, потому что участникам соревнований надо будет на горных лыжах или сноуборде выполнять трюки над водой. То есть, так или иначе, придется упасть в бассейн. Либо же другой вариант – проскользить по поверхности воды, не намочив костюм. Кстати, креативный костюм – это обязательное условие фестиваля, и для этого даже есть отдельная номинация. Победителей жюри определит в четырех категориях. Лучший трюк, самый необычный костюм, самый сухой участник – это как раз тот, кому удастся проскользить по воде, и мисс вдохновения. В общем, ждем всех в Архизе ярко, весело, спортивно окунуться в весну. В Сочи прошли седьмые всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов для детей восхождения. Карачаево-Черкесию представляли команды детского реабилитационного центра «Надежда» и республиканского детского дома для детей-сирот, детей, оставшихся без побечения родителей. Соревнования прошли в оздоровительном комплексе «Сочи-парк-отель». В перерыве между напряженными шахматными баталиями дети играли в футбол, участвовали в викторинах и фотоконкурсах. В Нальчике прошел открытый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей до 18 лет, посвященный Дню Возрождения Балкарского народа. Сборная команда Карачаева-Черкесии пополнила региональную копилку наград медалями различного достоинства. Победителем в своих весовых категориях стали Кемал Идеев, Радмир Айбазов, Алим Байкулов, Алим Тикеев, Ибрагим Гачияев, Айдар Батруков, Ислам Дженебеков, Адам Сиюнчев, Керим Тахчуков и Алан Казиев. Золото и бронзу завоевали наши спортсмены на первенстве Северокавказского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. На завершившемся в черкесской первенстве Северокавказского округа Ислам Шанов завоевал золотую медаль, а Амин Меремуков стал бронзовым призером. Тем самым оба спортсмена отобраны для участия в первенстве России среди юношей до 16 лет, которое состоится в мае текущего года в Уфе. В состязаниях принимали участие более 300 спортсменов. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается облачная погода, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами очень сильные осадки. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6-11 градусов. В горах свыше 2000 метров. Лавина опасна. В Черкесске умеренные осадки. Дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха до 11 градусов. Штормовое предупреждение. 29 и 30 марта местами в Карачаево-Черкесии ожидаются очень сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом и очень сильный снег. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Мартикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России Карачаева-Черкесия. До новых встреч!